МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале Север, в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. Глава региона провел прием граждан по личным вопросам. К Александру Цибульскому обратились 15 жителей окружной столицы. Основная часть вопросов традиционно касалась жилищных проблем. Волонтерство как часть жизни в регионе прошел двухдневный обучающий семинар «Добро» для педагогов по развитию добровольчества в образовательных учреждениях Нинецкого округа. И калейдоскоп фольклора финно-угорских народов. Нинецкий округ стал центром притяжения для творческих коллективов северных регионов и не только. Народники собрались на площадке фестиваля «Аргиш надежды», который в этом году вышел на новый международный уровень. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Депутаты окружного собрания обсудили стратегию развития округа до 2030 года. По словам вице-губернатора Татьяны Лагвиненко, новая стратегия учитывает приоритеты общегосударственного и отраслевого развития, основные положения долгосрочного планирования, сформулированные как на уровне Российской Федерации, так и в Северо-Западном федеральном округе. По словам представителя компании-разработчика, новая стратегия социально-экономического развития региона состоит из пяти основных блоков, которые включают в себя вопросы экономического развития, социальной структуры, развития коммунальной, транспортной и энергетической инфраструктуры, экологии и государственного управления. Как отметил Илья Акишин, основным рычагом наращивания доходной части окружного бюджета в ближайшие 10 лет останется нефтегазовый потенциал региона. Округ расположен в приоритетном регионе мирового развития и имеет близкий доступ к Северо-Морскому пути. 10% реговой линии, скажем так, большого Северо-Морского пути находится на территории Министского автономного округа. Нарастить грузооборот в соответствии с указом консистента в 204-м будет необходимо до 800 миллионов тонн в 2024 году. Это значит, что будет формироваться вся соответствующая транспортно-логистическая инфраструктура по маршруту. По словам Ильи Акишина, динамичное развитие Северного морского пути не должно пройти мимо округа, а это еще одно конкурентное преимущество региона. Третье преимущество, как ни странно, арктическое положение и внимание государства к этому стратегическому региону. Это позволяет рассчитывать на дополнительные ресурсы, особые режимы, налоговые, инвестиционные, преференциальные и ускоренную реализацию инвестиционных проектов. Заявленные по примеру Дальнего Востока льготы будут способствовать развитию региона. В то же время, по словам представителя компании-разработчика «Стратегия», в настоящее время существуют вызовы, которые не позволяют в полной мере использовать потенциал развития региона и достичь сбалансированного качества жизни населения на территории. Во-первых, убежден Илья Акишин, необходимо преодолеть монопрофильность экономики округа. 76% экономики – это добыча нефти и газа. Для обеспечения устойчивости в кризисные периоды необходимо создание второй ведущей отрасли. Такой отрасли, например, может стать транспортно-магистическим. Второй вызов – высокая дифференциация доходов населения. Вы видите, что если в добыче нефти и газа средняя заработная плата составляет порядка 116 тысяч рублей, то в отраслях производства, сельского хозяйства, строительства, торговли, услуг, то есть в тех областях, в которых ведущую роль играет малый и средний бизнес, она ниже в 2-2,5 раза. В ходе работы комиссии и парламентарии высказали ряд предложений и замечаний. Так, вице-спикер Матвей Чупров рекомендовал выделить в документе вопросы социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера. Александр Чурсанов обратил внимание на недостаточное внимание в стратегии муниципальным образованием округа в части решения ключевых проблем сельских жителей. Председатель комиссии Наталья Кордакова предложила большое внимание обратить на развитие туризма в регионе. После обсуждения стратегии депутаты приняли решение не принимать ее в существующем виде и вернуться к работе над документом в ближайшее время. Ирина Никешина, Антон Водряков, Телеканал «Север». О мерах поддержки семей с детьми говорили на очередном совещании по вопросам реализации нацпроекта «Демография». В нем приняли участие заместители губернатора Татьяны Лагвиненко и Наталья Сидорова, заместители руководителя департамента образования, культуры и спорта Антон Пустовалов, а также руководитель департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Сергей Сверидов. По словам последнего, в результате изучения общественного мнения выяснилось, что одними из основных причин, которые влияют на принятие женщинами решения о рождении первого ребенка, являются жилищные вопросы, уровень заработной платы, наличие кредитных обязательств, а также отсутствие спутника жизни. Среди мер, которые были предложены к реализации в рамках национального проекта «Демография», губернатор выделил необходимость строительства в регионе детских дошкольных учреждений, решение вопроса по дальнейшей реализации проекта по ипотечному кредитованию под 1%. Кроме того, по мнению Александра Цибульского, должного эффекта в процессе повышения рождаемости на территории региона могут помочь добиться меры по организации мероприятий по кратковременному уходу и присмотру за детьми. Кроме того, Александр Цибульский поручил разработать механизм поддержки семей, где рождаются первенцы через особые меры для работающих отцов. Аналогичный подход губернатора рекомендовал использовать и при реализации регионального проекта «Спорт. Норма жизни», входящего в состав нацпроекта «Демография». В завершении совещания Александр Цибульский сообщил, что ход реализации национальных проектов, утвержденных в соответствии с указом главы государства о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года и в дальнейшем будет находиться под постоянным контролем главы региона. Глава региона провел прием граждан по личным вопросам. К Александру Цибульскому обратились 15 жителей окружной столицы. Основная часть вопросов традиционно касалась жилищных проблем. Слово Марии Владимировой. Жительница поселка Искатели озвучила четыре основных вопроса, которые волнуют поселковых жителей. По словам Марии Чинцовой, это строительство новых зданий для школы, Дома культуры и Центральной районной поликлиники. Александр Цибульский сообщил жительнице поселка о планах по строительству социальных объектов, которые будут реализованы в рамках национальных проектов. Школа. Значит, проект готов, уже полностью все там сейчас внесены. Нет, ну он уже физически готов, в 2022 году будет сдача. С весны следующего года пойдет уже строительство. Все, я думаю, даже уже сейчас начнет завозить первые материалы. В 2022 году школа будет ставить. Ну, то есть в следующем году точно увидите уже строительство. По клубу, да, у нас тоже полторы тысячи квадратных метров. Мы сейчас и проектируем, да, уже деньги на это выделены. Какой у нас год? На 2020 год проектирования, ну и соответственно, идет строительство. 21-й. В поликлинике пока денег нет, мы сейчас работаем, у нас сейчас в рамках национального проекта здоровья. Сейчас президент проводил серьезные совещания по развитию первичного звена здравоохранения. И в рамках этого звена сейчас начинается работа, возможно, нам получится получить деньги из федерального бюджета на строительство новой поликлиники. Мы сейчас вот с Сергеем Антоновичем активно занимаемся. Кроме того, одной из главных проблем для жителей-искателей является ветхое и аварийное жилье. Не была в городе полгода. Меня вот водитель завозит, и я такая, господи, у вас тут дома как грибы, как грибы. Я говорю, а когда же у нас такое благо будет в искателе? Когда у нас эти грибочки начнут расти, вы понимаете? О перспективах и уже реализуемых мероприятиях в сфере жилищного строительства жительницы поселка рассказали специалисты профильных ведомств. Еще одна пришедшая на прием жительница Нарьинмара, Осия Михальченко, обратилась к губернатору с вопросами, с которыми сталкиваются семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. В частности, по ее мнению, в регионе сохраняется проблема дефицита врачей, в том числе детского невролога. Также родители особых детей остро нуждаются в психологической медицинской помощи. Нас надо с нами разговаривать, нам нужно объяснять. Не то, что вот я пришла, мне не нравится. У вас что-то похожее на ДЦП в год и три. Правильно у вас в Пеликан-центр на войтотерапию. Вы представляете, я прихожу домой, открываю интернет, что такое ДЦП. Где-то краем слышала, я читаю, вчитываюсь. Ребенок где-то там лежит. Я трачу кучу времени на изучение, куда, чего. Центры, где, что за такое войтотерапия. Это такой стресс, я переживала. Это очень сложно. Это надо объяснять изначально психологически. Нас подготовить. Вопросы, поднятые Осеей Михальченко, будут проработаны окружными профильными ведомствами. После чего, как заверил губернатор, предстоит выработать комплексные решения по озвученным проблемам. Мария Владимирова, Антон Водряков, Телеканал «Север». И теперь к другим темам. Двухдневный обучающий семинар «Добров» для педагогов по развитию добровольчества в образовательных учреждениях Ненецкого округа прошел в Нарьинмаре. Руководители и кураторы волонтерских организаций старательно изучали новые методы организации добровольческой деятельности. Обучение проходило на базе социально-гуманитарного колледжа. Ольга Русл продолжит. В спортивном зале социально-гуманитарного колледжа руководители волонтерских отрядов. В учебном графике занятия по мотивации потенциальных добровольцев, вовлечения молодежи в проекты будущие и уже существующие. Руководитель студенческого волонтерского отряда Ирина Бодрова говорит, самое сложное для ее подопечных выкроет свободное время. По-разному, по-разному. Некоторые очень желают, сразу первокурсники влились, новые студенты пришли и влились к нам в отряд. Ну, то есть, это же волонтерский отряд. Тут это не то, что тебе надо выучить этот учебный курс. Пожалуйста, иди на учебные занятия. Тут, если ты желаешь, идешь, не желаешь, тоже не заставляет. Волонтеры из села Коткино под руководством Надежды Мецо, несмотря на небольшую численность отряда, уже добились успеха на всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы». Там нужно было просто рассказать о своей волонтерской деятельности за прошедший год, с сентября 2018 по сентябрь 2019 года. То есть, то, чем мы занимаемся в школе, я осветила это, каким образом это у нас раскрыло цели, задачи, краткое описание дала программу нашего направления. Еще одна радость для волонтерского движения в Коткино. Лидером года у нас стала ученица наша, Ирина Коткина. Тоже и волонтер, и лидер, и глава школьного самоправления. Вот сейчас был окружной конкурс, она у нас прошла заочный этап. Вчера не смогла она прибыть сюда и защищаться, поэтому я, как координатор этого движения, я освещала немножечко ее деятельность, от ее имени, так сказать, и получила награду. За нее же победитель, лидер года 2019, и она будет выходить на всероссийский уровень. Обучающий курс для руководителей региональных добровольческих объединений проводит директор волонтерского центра САФУ. Здесь вопрос даже не только в тех благополучателей, для которых волонтеры трудятся, но и в том, что мы формируем с самого детского возраста у детей навык и привычку, потребность отдавать. Семинар «Добро» реализуется в рамках государственной программы Ненецкого округа, реализации программы молодежной политики и патриотического воспитания. Основная цель – как можно больше молодежи вовлечь в волонтерские движения. В следующем году будет также проходить всероссийский конкурс проектов «Добровольств России», и мы хотим, чтобы наши педагоги, наши руководители, наши волонтеры, они были готовы к этому конкурсу, уже их проекты вышли на более высокий уровень, и чтобы они получили там победу. Следующий масштабный тренинг для руководителей волонтерских объединений округа пройдет в начале ноября. Планируется, что на него приедут педагоги из всех населенных пунктов округа. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». Калейдоскоп фольклора финно-угорских народов. Ненецкий округ стал центром притяжения для творческих коллективов северных регионов и не только. Народники собрались на площадке фестиваля «Аргиш надежды», который в этом году вышел на новый международный уровень. Прямо сейчас все подробности. Репетиции в гримёрках не прекращаются даже за несколько минут до начала гала-концерта. Вот, к выходу на сцену готовятся артисты коллектива «Торома». В Нарьинмар приехали из Саранска. В репертуаре музыкантов – народные мордовские песни, которые сопровождаются звучанием национальных инструментов. У нас национальный кальхциям, на который я играю. И самый у нас национальный, естественно, это нюди, дудочка. Вот, как здесь спросят, были в республике Мордовии, да, национальный инструмент такой. Нюди. Барабан «Шавома», то есть «Шавома» от слова «бит» – это на нашем языке. На макшанском, да. На макшанском, вот. «Чавома» по-эрзианском. То есть это наши национальные инструменты или прототипы их, которые лучше звучат. В ваших краях мы ни разу не были за свое творчество. И решили, что ваши люди, то есть это же тоже Россия, то есть она многолекая, многонациональная, поэтому все должны знать культуру и свою, и другую, то есть тех народов, которые населяют нашу страну. А это уже наши местные артисты из ансамбля «Печорянка» распеваются перед тем, как выйти к зрителю. Коллектив был создан еще 20 лет назад. Тем не менее состав постоянно обновляется, приходит молодежь. Самая наша главная задача – это сохранение именно народных коми-песен. И не только песен, а именно фольклора самого, даже устного фольклора. Свадебный обряд у нас есть, мы его ставили. Так что вот и для того, чтобы еще сохранился наш язык. И мы стараемся привлекать и молодежь. Открывают гала-концерт, конечно же, коренные жители Заполярья. Ненецкие ансамбли «Хаяр» и «Ханико». Творческие коллективы сменяют друг друга, как яркий фольклорный калейдоскоп. На сцене вместе с хозяевами фестиваля – артисты из Эстонии, Коми-Пермятского округа, Ленинградской и Мурманской областей, Республику Дмуртия, Карелия, Коми, Мордовия, Мари-Эл, а также из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов. Мы очень часто встречаемся на площадках в других регионах. А теперь есть возможность показать нам свой округ. И мы для своих гостей придумали очень разнообразные события, начиная от мастер-классов по разным площадкам, концертов, опять же, по разным площадкам и для разной аудитории, ну и, конечно, экскурсионную программу, чтобы люди, возвращаясь к себе домой, могли рассказать, что такое округ, как он живет, какая природа. Аргиш отгремел. Теперь хранители культуры финно-угорских народов разъедутся по своим городам и весям, чтобы и дальше выполнять важную миссию – передавать из поколения в поколение традиции, обычаи и фольклор. Алина Волчейская, Антон Водряков, Телеканал «Север». Поселок Красное стал центром праздничного гуляния. Здесь уже в пятый раз прошел открытый межмуниципальный праздник «Заполярная Финоугория», посвященный Дню родственных финоугорских народов. Мероприятие проводится раз в два года и традиционно собирает гостей не только со всего округа, но и из других регионов страны. Александра Литкова расскажет подробнее. Развитие самобытной национальной культуры, языка и исторического наследия. Праздник финно-угорских народов проходит в поселке Красное в пятый раз. Этот праздник необходим тем, что он, как бы сказать, объединяет людей, сплачивает их. Они делятся своим творчеством, делятся своей культурой, обогащаются за счет того, что они узнают очень много об обычах и обрядах своих сородичей. В рамках праздника гости и жители поселка Красное могли посетить чум-кафе на площади Дома культуры, где приветливые хозяйки угощали всех желающих национальными блюдами и чашкой горячего чая. Мы гостей угощаем и выем ненецкое блюдо из сплошь мяса. И, в общем, получается очень вкусное вариво без заправки. Тем временем в фойе Дома культуры все желающие смогли приобрести сувениры и товары местных производителей. Сегодня у нас сувенирная продукция. Обувь, готовимся к зиме, меховая обувь, шапочки меховые, бубны, представлены композиции и, конечно же, даже тапочки. Сегодня у нас сувенирная продукция. Магниты на холодильник, рукавички пыжиковые, детские бурки подшиты и взрослые. Продолжился праздник уже на сцене. Образцовая студия танца «Чебеляй» представила зрителям народные танцы Республики Удмуртия. На таких праздниках есть возможность друг друга видеть, обмениваться опытом, обмениваться чувствами, обмениваться эмоциями. Это вообще здорово, когда собираются такие же люди, как ты, из разных уголков страны, а то и мира. Еще один гость праздника – народный ансамбль «Лейгарит». Основу их репертуара составляют многочисленные и разнообразные танцы, песни, игры и инструментальная музыка, собранная со всех округов Эстонии. Наша группа называется «Лейгарит». «Лейгарит» – это, как это на русском, фольклорное общество. Мы занимаемся и выступлением, и с народным, ну, сами сделаем все украшения и сделаем народные костюмы. Завершился концерт выступлением нашего земляка Валерия Литкова с авторской песней «Мы финно-угры», которая является гимном заполярной финно-угории. Александра Литкова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». И это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам хорошего и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok